Здравствуйте, мои дорогие подписчики, друзья и гости! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня будем выпекать очень нежный и вкусный шоколадный пирог с творогом. Выпечка получается ароматной, воздушной и очень полезной. Смотрите видео и готовьте вместе со мной. И радуйте свою семью только домашними пирогами. Это всегда вкусно, натурально и полезно. Для шоколадного пирога с творогом нам нужны будут следующие продукты. 200 граммов мягкого сливочного масла, 200 граммов сахара, 1 упаковка ванильного сахара, немножко ванилина на кончике ножа, 4 яйца, 2 чайные ложки разрыхлителя, 10 чайных ложек какао, это 40 граммов, 5 столовых ложек муки без горки, это 90 граммов, для творожной начинки я буду использовать 200 миллилитров сливок с жирностью 20%, 3 столовые ложки сахара и 250 граммов домашнего творога. Значит, сначала мы приготовим творожную начинку. Высыпаем в миску побольше домашний творог или берите жирный творог жирностью 18%, сахар и сливки. Чем жирнее будут сливки, тем лучше. Перемешиваем это все с помощью погружного блендера. Если у кого-то нет погружного блендера, используйте просто сито, или хорошо нужно размять с помощью вилки творог и всю эту массу перемешать. Творожная начинка готова, однородная, блестящая и вкусная. Теперь приготовим шоколадное тесто. Для начала я беру вот немножко сливочного масла, от того масла, которое мы отмерили, нам нужна пачка масла 200 граммов, и хорошо смазываю форму для выпекания. У меня это силиконовая форма, размер ее 22 на 22 сантиметра квадратная. Теперь будем готовить шоколадное тесто. Взбиваем в кухонной машине мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром. Сначала понемногу включаем скорость, потом увеличиваем. Теперь добавляем в масло с сахаром по одному яйцу и продолжаем взбивать. Затем мы перемешиваем муку с какао и разрыхлителем. Нам нужно хорошо размешать разрыхлитель в тесте, чтобы он равномерно распределился по тесту. Массу с какао, мукой и разрыхлителем нужно еще хорошо просеять через сито, чтобы в тесте не было комочков. Теперь в тесто добавляем мучную смесь с какао и разрыхлителем. Видите, крупинки какао растираем ложкой. И с помощью силиконовой лопаточки перемешиваем. Как только мы вмешали все какао и муку, добавляем следующую порцию. Снова просеиваем и размешиваем. Шоколадное тесто готово. Смотрите, вот такой консистенции оно должно быть. Не слишком жидким, но и не слишком густым. Мягким, однородным, пластичным. Теперь берем форму, в которой у нас будет выпекаться пирог. У меня квадратная, я говорила, размер 22 на 22 сантиметра. Теперь визуально шоколадное тесто делим на три части. Первую часть мы выкладываем в форму и с помощью силиконовой лопаточки разравниваем. А творожную начинку мы визуально делим на две части. У нас будет два слоя творожной начинки. Сверху выкладываем первый слой. Ложкой разравниваем по пирогу. Теперь выкладываем шоколадное тесто. только его уже не растягиваем, а вот просто хаотично распределяем. То есть, вы понимаете, кусочек теста там, кусочек теста там. Теперь выкладываем сверху оставшуюся творожную начинку. Заливаем как бы вот пирог. Если вы будете использовать сливки пожирнее, то начинка у вас будет достаточно такой плотной. И вам будет удобнее работать как бы с начинкой и шоколадным тестом. Но у меня сливок жирных не было, поэтому самые жирные я нашла двадцатипроцентные. Но от этого пирог не будет менее вкусным. Теперь выкладываем сверху оставшееся шоколадное тесто. Стараемся распределить его по всей поверхности равномерно. Ну а теперь просто силиконовой лопаточкой мы вот так разровняем все, чтобы пирог был у нас одинаковой высоты. Пирог не сложный в приготовлении, но он получается очень и очень вкусным. Сочетание шоколадного теста и творога это всегда вкусно. Ставим нашу заготовку в разогретую духовку на 190 градусов на средний уровень. Прошло полчаса, наш пирог увеличился в объеме и слегка зарумянился сверху. Мы накрываем его фольгой и продолжаем выпекать. Пирог выпекался 40 минут. Он пышный, румяный и поверьте очень мягкий. Готовность пирога мы проверяем зубочисткой. Если она сухая, на ней нет шоколадного теста, значит пирог готов. Время выпекания может немного колебаться в зависимости от духовки. У меня пирог выпекался 40 минут. Теперь выключаем духовку и оставляем остывать пирог в духовке. Остывший пирог достали из духовки. Теперь хорошо по краям проводим ножом для страховки. Берем красивое блюдо и переворачиваем. Смотрите какой шоколадный получился пирог. Теперь беру еще одно блюдо и снова переворачиваю. Сверху пирог посыпаем немножко сахарной пудрой. Шоколадный пирог под названием нежный с творогом готов. Он очень ароматный, нежный и вкусный. Поэтому смело готовьте для своей семьи и радуйте их домашними пирогами. Пирог у меня слегка тепленький. Его можно употреблять как теплой пищей, так и охлажденным. Он очень вкусный. Значит сейчас берем разрезаем его. И конечно же я вам покажу какой он внутри. Смотрите. Мягкий, влажный. Этот пирог просто находка для меня. Сына не могу заставить есть творог. Значит смотрите. Он очень и очень мягкий, нежный и сочный. Как будто пропитан чем-то. Поверьте, такого нежного шоколадного пирога с творожной начинкой вы еще не пробовали. Поэтому обязательно приготовьте и порадуйте свою семью. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. А с вами была Ира и канал Готовим с Любовью. До новых встреч. Пока, пока.